Медицина 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 проводят дисциплинизацию, где измеряют рост, вес, ассорту зрения, артериальное давление, дел ЭКГ, проводят вакцинации, профосмотры узким специалистам. Если есть необходимость, они назначают лечение, наблюдение уже в условиях районной больницы. Немного информации. Сегодня медицинскую помощь жителям Чувашии оказывает более 18 тысяч медицинских работников, в том числе более 4 тысяч врачей, 11,5 тысяч средних и 2,5 тысячи младших медицинских работников. Ежегодно в поликлиниках республики регистрируется около 12 миллионов посещений, свыше 250 тысяч госпитализаций в стационары. Сегодня в арсенале клиник республики операции на сердце, сосудах, головном мозге, более 400 эффективных способов лечения. С 2012 года в регионе регистрируется демографический прирост населения. Достигнуты значительные результаты по снижению младенческой смертности, которая признана самой низкой в стране. Главным результатом стал рост продолжительности жизни населения и увеличение числа долгожителей. Основой для всего этого является трехуровневая система здравоохранения, выстроенная в республике. Первичное звено. Первый уровень системы здравоохранения Чувашии. Фельдшерско-акушерские пункты. Кабинеты общеврачебной семейной практики. Еще в 2014 году на прямой линии президента Российской Федерации Владимир Путин отметил, должны создаваться межпоселковые ФАПы. Должно это быть обеспечено транспортом, дорогами и так далее. Сегодня в Чувашской республике работают 525 ФАПов. Следующим местом нашей съемки стала новая поликлиника, которую совсем недавно открыли в микрорайоне Садово. Как признали сами врачи, работать в таких комфортных и современных условиях намного приятнее. Кабинеты стали больше, поликлинику наполнили новым оборудованием, да и жильцы микрорайона тоже оценили новостройку. Стало ненужным ездить в другие районы города за медицинской помощью и консультацией. В этом здании сразу две поликлиники – детская и взрослая. Все в шаговой доступности. Здесь, конечно, простор. Простор. Заходишь, чувствуешь себя, вы знаете, что ты нужен стране, нужен нашему государству, несмотря на то, что мы пенсионеры. Уже что от нас? Ну ничего, только слова благодарности. Очень хорошо, очень. И обслуживание, конечно, на уровне, на высшем уровне. Конечно же, поликлиника востребована. У нас в городе Чебоксары строятся новые микрорайоны, и в новых микрорайонах, конечно же, необходима доступная, качественная медицинская помощь. И мы видим, что микрорайон Сагасадово, микрорайон Богданка интенсивно развивается. Был офис врача общей практики, который не соответствовал, который был ограничен в площадях и специалистах, и создание такой современной поликлиники необходимость назрела. И вот мы его открыли, сегодня убедились, что в поликлиниках работают полную сиру, все созданы условия, ну и в городе, и в других микрорайонах нам необходимо открывать поликлиники. Какие планы? В 17 микрорайонах новых строится. Конечно же, в каждом микрорайоне мы планируем и школу, и детский сад, и микрополиклинику. В ближайшее время необходимо строительство микрополиклиники. Поликлиники – это новый город, там разрастается город, и, конечно же, необходимо. Буквально вчера мы открыли детскую и взрослую поликлинику в поселке Альгешево, совмещенные и стоматология. Конечно, вот такие поликлиники, когда в одном здании и детская, и взрослая поликлиника, и стоматология, конечно же, она оправдала себя. В следующем году власти планируют еще раз порадовать жителей Чебоксара. По такому же принципу – совмещение детской и взрослой поликлиник. По проспекту Ленина начнет строиться еще одно учреждение здравоохранения. Хотим отметить, что и районные больницы совсем не в стороне от внимания. Мы побывали в Чебоксарском районе, в больнице номер 2. Здесь мы обратили внимание на молодого специалиста. Приехал работать по программе «Земский доктор». Говорит, что здесь ему работать намного удобнее и для практики полезнее. А поддержка со стороны государства и властей республики позволяет не задумываться о дополнительном заработке. Да и мысли уезжать из села, тем более из республики, у этого врача нет и в помине. Узнал про программу «Земский доктор», заинтересовался. То есть, как раз, обладая необходимыми навыками, знаниями, обратился в ботилкадров непосредственно к главному врачу. И было решено на то, чтобы включить программу и, соответственно, начать с трудовой деятельности. Что вы можете посоветовать вашим коллегам, которые сейчас выпускаются из вузов медицинских? Ну, во-первых, что можно посоветовать, это как можно больше практики. То есть, только практика-практика. Вот я практически все наши районные центры, населенные пункты Чувашской республики посетил. И для сельских поселений это, конечно же, большой роль сыграл. Практически наши районные центры, которые находятся в сельских районной больнице, участковой больнице, они полностью укомплектованы уже, практически идет к завершению. Конечно же, эта программа нужна, она дальше должна продолжаться. Немного информации. Второй уровень системы здравоохранения Чувашии. Межтерриториальные центры, центральные районные больницы и городские поликлиники. За два года были открыты три новых поликлиники, офис врача общей практики. После ремонта открыты восемь поликлиник в столице республики, а также в Новочебоксарске и городе Канаш. Ближайшие приоритетные планы власти республики вывели достаточно много пунктов, которые касаются именно системы здравоохранения. Важное направление среди них – это капитальное обновление медицинских организаций. За два года отремонтировано 28 лечебных учреждений. Кроме того, в поликлиниках внедряется так называемый «новый стандарт», основой которого является открытая регистратура, разделение потоков пациентов, внедрение многоканальных колл-центров, информационных систем для управления очередями. В Чебоксарах также запланирован ремонт детского инфекционного стационара. По всей республике обновляется парк автомобилей скорой медицинской помощи. Важным событием для Чувашии стал ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного медучреждения – хирургического комплекса «Онкодиспансеры». На его открытие приехал министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. Это говорит о важности открытия подобных современных учреждений в нашей республике в масштабах страны. Министр отметила, что Чувашия уверенно входит в список регионов-лидеров по качеству медицинской помощи населения. За последних несколько лет медицина Чувашия действительно очень сильно развилась. За это время увеличилась продолжительность жизни, уменьшилась смерть, смертность от всех основных причин. У вас самая низкая в стране младенческая смертность. Вы на первом месте в стране среди 85 регионов. Появление этого хирургического корпуса, который позволит на новом уровне проводить высокотехнологичные операции – это, конечно, тоже вклад в общий результат лечения больных. И мы будем развиваться дальше. Медицина России сегодня сильна. Я это хочу сказать ответственно. Наши работники способны на сегодняшний день оказать высокотехнологичную медицинскую помощь. Не только по онкологическим заболеваниям, а по всеми основным болезням людей. По разным причинам. Есть субъективные, есть объективные причины. Но мы органы власти, должностные лица органов власти, занимались этими вопросами и занимаемся. На это мы выделяли средства и будем выделять средства. Обещания, когда мы даем, с учетом просьб наших жителей, это мы всегда выполняли. Это дорогого стоит. И мы поэтапно, пошагово, выполняя наши мероприятия, которые вписаны в государственной программе, только будем выполнять. Перед нами задачу стоит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы члены его команды. Мы любим свою Россию. И, безусловно, только будем выполнять все те задачи, которые перед нами стоят. Немного информации. На сегодняшний день на территории Республики высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в 8 республиканских и 2 федеральных медицинских организациях здравоохранения. Напомним, это травматологии, ортопедии и эндопротезирования. У нас много специализированных центров Чувашской Республики. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по 7 специальностям. Что это дает? 80% нуждающихся пациентов, они не выезжают за пределы республики, а получают медицинскую помощь именно здесь. И при строительстве нашего центра такая возможность появилась у пациентов травматолого-ортопедического профиля. Кто в основном наши пациенты, это больные, которые страдают разными заболеваниями, ревматоидными артритами, это переломы шейки бедра пациента в старшей возрастной группе. И статистика такова, что если в 2007-2008 годах мы направляли на эндопротезирование крупных суставов, могли направить не более 100 пациентов с нашего региона, то на сегодняшний день ежегодно полторы тысячи больных получают бесплатную медицинскую помощь на базе нашего центра. Мы разгрузили так называемую очередь, то есть мы работаем, что называется, с колес, берем на лечение именно пациентов, которые вот вновь заболевают, это свежие травмы, это вот те пациенты, которые только-только стали в очередь. Помимо Федерального центра травматологии, наша съемочная группа побывала и в Республиканском кардиологическом диспансере. Здесь во всем чувствуется профессионализм тех, кто здесь работает, начиная с того, как они с любовью показывают свое современное хозяйство и то, как они скромно говорят о своей работе, важной и нужной для многих жителей Чувашии. Здесь каждый день проходят операции, которые спасают жизни наших земляков. Много врачи говорили и о важных изменениях в чувашской медицине и ее организации. Что сейчас больных и тех, кому срочно требуется хирургическое вмешательство, благодаря развитой системе лечебных учреждений, доставляет намного быстрее. Что то современное оборудование, которым они работают, помогает решать сложнейшие вопросы и проводить успешные операции, делать свою работу. Сложную, но важную работу. Ведь высокие технологии очень важны, чем подобрать пациента. Занимаемся. Обследовать его правильно. И вот у нас есть новые, современные, высокотехнологичные методики ультразвукового исследования. Следующим этапом развития, это безусловно, будет развитие специализированной медицинской помощи. И в ближайшее время в Чебоксарах будет построена новая, многофункциональная поликлиника, совершенно нового образца, нового уровня, на 5 тысяч посещений в смену. Это действительно очень серьезный проект, стоимостью свыше 700 миллионов рублей. И третье направление, на мой взгляд, это, безусловно, дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи. И сейчас мы активно обсуждаем проект создания ядерной медицины на базе вновь открывшегося хирургического корпуса, онкологического диспансера. Система здравоохранения в Чувашии за последние несколько лет сделала огромный рывок вперед. Сами судите, сколько всего уже сделано и сколько в планах. Но стоит отметить еще одну, не менее важную особенность. Это подготовка кадров. Тех, без кого дорогостоящая аппаратура будет бесполезна. Сейчас много усилий направлено на то, чтобы подготовить высококлассных специалистов в учебных заведениях республики. Мы побывали в Чувашском государственном университете на медицинском факультете. Поговорили со студентами. После окончания университета я планирую остаться в нашей республике и трудоустроиться в лечебных учреждениях нашего города, поскольку считаю Чувашскую республику прогрессивным регионом, дающим возможность полностью реализовываться. У меня к вам вопрос, Леонид Ильич. Какие меры поддержки молодых специалистов, в частности, повышение заработных вклад и введение доплат, следует нам ожидать в будущем? Действительно, во-первых, спасибо вам, что вы патриотично. Побольше об этом говорите, надо вот говорить. Вот у нее даже интервью надо взять. Потому что мы должны быть патриотами. Конечно же, можем уехать в Москву. Можно где-то там. Это временное явление. Все равно все врачи, кто уезжает, я вам стопроцентно говорю, они возвращаются обратно. Мы понимаем, что поддержка нужна здесь и в первую очередь молодым специалистам в плане заработной платы, в плане того, что поддержать и квартиры молодым специалистам. Есть программы, которые есть в Чувашской республике. Те, кто выезжает в сельские поселения, земский доктор. Я думаю, что та программа, которая работала в процессе социального жилья, два года не работает, и я думаю, что она должна возобновиться. После этого общения с будущими чувашскими врачами нам стало многое понятно. Появилось то чувство, которое называют уверенность. Уверенность в том, что все не напрасно. Что все те шаги, что делает власть в республике в области здравоохранения, с такой подрастающей сменой не пропадут. Они уверены в себе. Они знают, что будут работать в укомплектованных современных лечебных учреждениях в Чувашской республике. Знают, что у медицины Чувашии есть будущее. А это значит, что здоровье наших земляков в надежных руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова